Ну хорошо, тем не менее, вот меня все время мучает мысль, что те люди, которые говорили, что этот съезд бессмысленный, они правы в какой-то смысле, что жизнь в стране, как ни странно, хоть и смотрят на то, что здесь происходит у нас, эта жизнь идет своим чередом, вне связи с тем, что здесь происходит. У меня есть ощущение, что даже если это постановление будет принято, если даже будет полномочия у Ельцина, в принципе ничего резкого не произойдет. Это так или нет? Вы знаете, конечно, и вообще даже это нормальный процесс, когда жизнь низовая идет своим чередом, а государственная структура действует сами по себе, это только в нашей сверхполитизированной до сих пор жизни происходило такое смещение акцентов, смещение ценностей, но это временное явление, и в течение многих лет люди так жить не могут, это естественно. Но все-таки этот съезд мне кажется выдающимся. Это для российских депутатов третий съезд, для меня уже седьмой, потому что я еще народный депутат СССР, и есть с чем сравнить, ко многому уже привык. И я думаю, что все-таки этот съезд сопоставим с первым съездом народных депутатов СССР по своей политической силе, по заряду, по воспитательному и психологическому воздействию, потому что, может быть, народ никогда еще не видел настолько ясно, кто есть кто, кто какими способами действует, средствами, у кого остались за душой и в качестве методов борьбы только клевета и танки, у кого есть конструктивные идеи. Более того, мне кажется, вот это противостояние, которое на российском съезде наметилось между крайними блоками, ну, блок коммунистов России, который раскололся надво и выделились прогрессивно мыслящие, так называемые коммунисты. Я надеюсь, что они решат ту задачу, которую демплатформа в КПСС не решила на 28-м съезде, да и, в конце концов, преимущество партийное отдадут народу. И другой блок, демократическая Россия, группа беспартийных, социал-демократов, объединенный такой блок. Вот их противостояние, оно отражает истинный раскол в обществе, и в то же время между ними наметились некоторые мостики, при всей непримиримости той борьбы и накали страстей, которые тут идут. Эта борьба была вынесена и за кремлевские стены, я имею в виду 28 марта. Как депутат от Армении я много раз видела танки на улицах Нагорного Карабаха, на улицах Степанакерта, Яревана, в других местах, в Мильнюсе мы видели. И понимали, что это придет однажды в Москву. Более того, мои друзья армяне из комитета Карабах, которые сейчас занимают ведущие ключевые посты в Армении, а были политзаключенными, и мы помогали их вытащить из тюрьмы. Они даже говорили такую вещь, чем раньше это в Москве произойдет, тем лучше. Я говорила, побойтесь бога, о чем вы говорите, зачем нам танки в Москве. Они говорили, без этого Москва не поймет до конца ни нас, ни того, как труден путь этот к демократии. И вот появилась эта боевая техника, появились эти овчарки, появились газы, дубинки и так далее, щиты. И вся эта устрашающая сила двинулась на народ, но столкновения к счастью не произошло, к счастью не было кровопролития. Мы были на волосок от него, было применено насилие в отдельных местах. Мне это напоминает из нашей истории, даже не столько вильнюсские недавние события, сколько более далекую историческую параллель. Великое стояние на реке Угре, 1480 год, когда вышли русские князья, сто лет спустя после Куликовской битвы. С другой стороны, Великая Орда, Татар-Монгольская Ига, Орда. Сегодня не принято говорить о Татаро-Монгольском Иге, наши братья-татары, мы с ними живем в хороших, прекрасных отношениях, и это вообще отдельная тема, мне было бы что сказать. Моим татарским друзьям я много работала, в Татаре как социолог, но так это называется в истории. Вот это Ордынская Ига. Постояли эти две силы друг против друга, посмотрели друг на друга, поняли, что ни та, ни другая сдаваться не собирается, и поняли, что они не хотят сейчас умирать, потому что можно решить дело мирным путем. Они разошлись, но Ордынская Ига с этого момента кончилась. Вот может быть и наша Ордынская Ига уже идет к концу. Мне кажется, что противостояние и здешнее, и за пределами Кремля сегодня сделало шаг к круглому столу, к коалиционному правительству, к возможности компромисса. Потому что трудно сказать, кто сегодня оппозиция, силы почти равны. И еще по одной причине, потому что здесь, в этом зале, ни у одной из фракций российских депутатов нет своей армии, своего КГБ и МВД. А у союзных имперских структур все это есть. И если будет сила, которая помешает нам провести мирную и бескровную революцию, мирную смену режима, опостылившего уже народу режима, переход к цивилизованным формам государства, правления, экономики, вот если будет сила, которая этому помешает, то она будет исходить, конечно, от имперского центра, то есть из соседнего здания, вот здесь же внутри Кремля. Хотелось бы очень надеяться, что этого не произойдет. Но, между прочим, давайте посмотрим вот на тот балкон, где стоит, одиноко стоит штандарт президента, знамя Советского Союза. Обычно это признак присутствия президента в любом государстве, в Белом доме тоже флаг, звездно-полосатый, поднимается в тех случаях, когда президент Буш на месте. И у нас обычно святое место это пусто не бывает. Но весь съезд, он уже идет к концу, остался последний день, президент не появился рядом с этим символом государства. Нормально ли это? Президент обижен на российский парламент, здесь звучит критика ему требования отставки, здесь заслужили шахтеров и другие силы. Президент сидит в своем каком-то замке, там по соседству. Его не позвали сюда. Может быть, он ждет этого, может быть, он не принял бы этого приглашения. Мне кажется, что сегодня с позиции побеждающей демократии, с позиции великодушия, имело бы смысл его пригласить. И я об этом говорила в президиуме и Борису Николаевичу. Он думает о том, в какой форме это сделать. Я не знаю, успеет ли он принять такое решение до конца съезда. Я бы сегодня пригласила президента. Пусть он выступит или молча посидит с нами. Он ведь россиянин. Это не значит, что я отказываюсь от своей позиции. А позиция моя, как известно, резко критическая в отношении президента и его политики. Вы знаете, я требовала его отставки вместе с моими коллегами, учредителями газеты «Московские новости», пожалуй, вполне определенно, только после Литвы. Вот какой-то период, месяца полтора-два после Литвы. Да, требовала. До этого я относилась очень осторожно к требованию отставки и президента, и Рыжкова. И я, например, никогда не требовала отставки маршала Язова. Хотя не потому, что мне симпатичная эта фигура. Потому что я смотрю, а кто дальше? Вот вернемся на полгода назад, сентябрь. Все кричат, отставка Рыжкова, долой Рыжкова. Правительство в отставку. Хорошо. А что дальше? Разве у оппозиции есть теневой кабинет? Разве у оппозиции есть замена? Допустим, уходит один Рыжков, а остаются Язов, Крючков, МВД, там, Министерство финансов, которое нам печатает и печатает бумажные деньги. И у оппозиции совсем нет замены. Ведь очень опасно оставить эти структуры, так сказать, бесхозными. Поэтому надо дозреть до требования отставки, имея альтернативный кабинет. Как есть во многих странах, везде, где есть нормальные парламентские силы. И вот сегодня я, пожалуй, не поддержала бы безоговорочно требования моих коллег об отставке президента Горбачева. Несмотря на всю аморальность той линии политической, которую он ведет. Несмотря на всю ту кровь, которая пролилась в годы его правления. И за которую он, конечно, несет ответственность как первое лицо в государстве здесь. Независимо от того, отдавал он конкретные приказы где-то или не отдавал, это меня даже не так интересует. Почему я не требую этого сегодня? Да потому что мы должны использовать все наши исторические шансы. Потому что за ним в затылок стоят более реакционные силы. Потому что у нас альтернатива диктатура. Хаос, который тоже кончается диктатурой. Причем твердая рука диктатуры совсем не заменит хаос. Это будет не диктатура вместо хаоса, а диктатура вместе с хаосом. Но в условиях нашей российской необъятной, не знаю даже каким словом назвать, страну нашу бедную, несчастную. Сегодня альтернативой является коалиционное правительство, круглый стол даже с нашими политическими противниками. С теми силами, с которыми нам трудно и психологически неприятно сесть за стол в переговорах. Но мы должны найти в себе мужество это сделать. И мы должны испытать этот исторический шанс, обратившись даже к президенту. Потому что сегодня ведется сбор подписей по инициативе группы Союз, по инициативе военных, которых полно в соседнем сейчас здании, маршалов и генералов, только что я их видела. Они требуют созыва внеочередного съезда народных депутатов СССР с отчетом президента. Они требуют также созыва плену на ЦК КПСС с отчетом генерального секретаря. Я думаю, что вскоре эти две власти будут разделены, партийная и президентская. И думаю, что придут гораздо более жесткие люди, опирающиеся на старые нелегитимные властные структуры, на силу оружия, в конечном счете, на силу тайной полиции. Я недавно говорила со своим другом Адамом Михником, с лидерами польской солидарности, они приезжали сюда. И Адам, отсидевший несколько лет в тюрьме после введения военного режима в Польшу в 1981 году, сказал, мы демократы тоже в этом виноваты, сказал он. Мы не исчерпали тогда всех возможностей остановить военное положение, хотя за Ерузельским стояла сила огромной империи и была большая угроза внешнего вторжения. И он, в общем-то, защитил польский народ на какое-то время путем очень жестких мер. И сейчас они его с почетом провожают. Хотелось бы нашего президента когда-нибудь с почетом вот так проводить на пенсию, воздав ему по заслугам за его исторические деяния. Но он, кажется, нам не оставляет такой возможности, к сожалению. И, глядя на опыт наших коллег, которые живут чуть западнее нас и которые этот горький путь уже прошли, я думаю, что мы, демократы, должны тоже сегодня испытать этот исторический шанс. Вовсе не поступая своими принципами, не меняя своих принципиальных установок, позиций, но попробовать обратиться вот к тому балкону, чтобы он был не пуст, наверное, это было бы сегодня важно. Я думаю, что сегодня, тем не менее, мы заложили камень возможной мирной бескровной революции. Конечно, есть силы, которые хотят нам повышать, помешать в этом. И пролить все-таки кровь, и не сдать своих кресел, своих позиций, своих привилегий без этой крови. Будем надеяться на лучшее, будем работать на это, на лучшее будущее. Спасибо, Галина Васильевна. Про советское. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот здесь, среди депутатов съезда, у меня уж горло даже болит, мне приходится отвечать постоянно на один и тот же вопрос. Скажите, вот мы так вас уважаем, вот правда ли то, что написано в газете «Советская Россия» про вас? Я не знаю, у нее тираж сейчас «Миллиона два», она все-таки всесоюзная газета, все ли это прочли. Но «Советская Россия» решилась выступить с таким довольно грязным клеветническим пасквилем, которым два неизвестных человека, адресов которых мы не можем найти никак, мои помощники и мой адвокат через редакцию не может найти. Некто Гуревич и Светлов заявили, что я готовлю выезд за рубеж, свой, своей семьи, что я являюсь идеологом Ельцина, в то же время пересаживаю, значит, буржуазный строй на нашу почву. Что семью свою я уже отправила за рубеж, а теперь занимаюсь переправкой антиквариата за рубеж, а может быть и кое-чего поценнее, пишут авторы. При этом они каждый раз оговариваются, у нас нет доказательств к этому, мы не знаем, это только слухи, которые ходят в ее округе. Из округа я уже получила множество протестов, потому что я слухов таких там отнюдь не ходила, но они теперь, безусловно, пойдут, потому что не остаются незамеченными такие вещи. Обвинение вот такого странного рода. Единственный факт, который действительно соответствует действительности, который я никогда не скрывала и знают многие депутаты, мои друзья, но который тоже обыгран в духе 37-го года в этой публикации, и факт состоит в том, что мой 20-летний сын Платон встретил здесь в Москве прелестную английскую девушку-стюардессу, которая летает на линиях Москва-Лондон, влюбился в нее и через несколько месяцев женился на ней, оставаясь советским гражданином. И очень милая девочка Катя, я как себе кровь очень люблю ее и желаю им всяческого счастья, у нее очень приятные родители, пенсионеры, провинциалы английские. И вот когда они увидели, какая клевета и какая грязь может литься на члены советского парламента, эти простые английские граждане, вот они были так возмущены и поражены, что мне, честно говоря, просто перед ними стыдно за всю эту историю. — Калина Васильевна, ну вы выиграли процесс с правдой, так может быть еще раз дать пощечину, только теперь уже, так сказать, правдой там рангом ниже. — Вы знаете что? Я выиграла процесс с газетой «Правда», но «Правда» ведь до сих пор не принесла опровержение. Она кассировала, подала на кассацию, городской суд подтвердил полную правильность этого решения, прокурорский надзор смотрел это дело «Правда» и очень не хотелось, конечно, признать, что она говорила неправду. — Все инстанции признали, что я права и правда обязана на первой полосе тем же шрифтом, каким она меня оклеветала, напечатать опровержение, поручить мою честь и достоинство сведений. — Срок до 14 апреля, это уже по последней кассации. Суд прошел гораздо раньше, в феврале. — Но «Правда» этого до сих пор не сделала, и я опасаюсь, что она будет предпочитать платить большие штрафы суду, а «Правда» не бедная газета, но только не признать свою неправоту. И мне иногда кажется, что, может быть, вся эта вот пресса, а «Советская Россия» — это уже коричневая газета, а «Правда» еще можно говорить как о серьезном партнере, так сказать, что, может быть, они поставили свою задачу — просто вывести из строя нас, активных демократов, замотав нас по судебным бесплодным процессам, и создавая себе в то же время, не знаю, материал интересный, публикуя вести из зала суда, неизвестно, как искажая, интерпретируя то, что там произойдет. — Ну, может быть, извините, Галина Васильевна, может быть, наплевать, так сказать, на эту «Советскую Россию», но кто ее сейчас читает из серьезных, порядочных, интеллигентных людей? — Ну, я не должна рассчитывать только на интеллигентных людей. Среди моих избирателей тоже есть самые разные люди. У меня почти полтора миллиона избирателей в двух округах страны. Я должна принимать во внимание, как политик, общественное мнение. Конечно, это неприятно возиться с этой грязью, но, может быть, я все-таки обязана дать отпор. Я тут горячо сказала по радио «Эхо Москвы», что наиболее адекватным ответом была бы просто публичная пощечина народному депутату РСФСР Чикину, который где-то тут сидит в зале суда. Еще не в зале суда, но в зале съезда. Наиболее адекватная реакция, вместо того, чтобы идти в долгую тяжбу. И, кстати, товарищ Чикин после этого стал меня далеко-далеко оббегать. Так, встретив где-нибудь тут в холле. Но все-таки я из уважения к стенам российского парламента, наверное, не позволю себе такой эмоциональной формы реакции. Я не позволю себе так же, как это сделала Светлана Петровна, выйдя на трибуну, в общем, изобразить женскую слабость, плакать, вызвать сочувствие зала по поводу нападок на нее, на ее сына. Там и честное имя моего сына, только вступающего в жизнь, тоже полощется. Я не использую этих методов. Это не парламентские методы борьбы. И мы пришли сюда не как женщины и мужчины. Это не благородное собрание дворянское. Мы пришли все как равные депутаты и не просили себя скидывать на выборах женщины. Так что и сейчас в этой парламентской борьбе путь наш не усыпан только розами. Надо быть, видимо, к этому готовым. Мы просто старались все-таки не следовать такого правила, что политика – дело грязное. Мы старались ее делать чистыми руками. И будем стараться. И дальше, несмотря на всю ту грязь, которая в наш адрес льется. Ну, все-таки, извините, Галина Васильевна, вот это то, что вы сейчас мне говорите, к сожалению, увидят только те, кто живет за Уралом. Так сложилась судьба, так сказать, взглядом Укусева, что все это идет только за Уралом. Ну, за Уралом. Неужели вы думаете, что там серьезно читают Советскую Россию? По-моему, это все-таки газета больше центральных тут областей. Ну, она всесоюзная газета. Я думаю, какая-то часть ее тиража, 1300 распространяются. По крайней мере, ко мне подходили депутаты из Бурятии, журналисты из Бурятии. Мне приходится давать постоянное интервью о том, что я не верблюд, что я не перевожу ценности за границу, антиквариат, что я не переправляю никаких своих родственников за границу, что да, мой сын женился на английской девушке. Ну, так что, что такого? Более того, в соседнем здании Верховного Совета СССР, сейчас мне пришли, депутаты оттуда сказали, распространяется такая листовка на хорошем ксероксе, сделанная таком, который есть только там, в том здании, двусторонний ксерокс такой. На одной стороне я вместе с Ельциным, а есть такие фотографии, потому что нас фотографируют много. А на другой стороне перепечатка из этой газеты «Советская Россия» и еще какой-то грязный поклев в адрес Ельцина. И говорят, что вот кто идеолог Ельцина. То есть не чураются никаких средств, не гнушаются никакими средствами, чтобы дискредитировать даже не меня, скорее, а тут уже Ельцина и всю его команду. Ну, местные-то газеты наверняка, читая это, не восприняли это, так сказать, как... Не знаю, мне подошли и сказали, что в Смоленской области распространяет фартаппарат и эту листовку, и эту газету, и комментарии расширенные, и каждый еще толкует на свой счет. Но, правда, в нашей стране 300 миллионов жителей, и я не смогу каждому подойти. И вот сказать, что, знаете, я честный человек, а меня оклеветали. Более того, даже если я выиграю во время большой тяжбы этот процесс в суде, ну что ж, «Советская Россия» в лучшем случае короткой строчкой где-то это опубликует, что да, это была неправда. В худшем случае, если съезд позволит, а он не позволит, это уже ясно, к счастью, по инциденту с Артемом Тарасовым привлечь Чикина к уголовной ответственности, то за клевету ему грозит там какое-то даже тюремное заключение. Это уже уголовное дело, это не просто защита чести и достоинства. Но я тоже ведь не хочу быть столь кровожадной. Я не хочу использовать те же методы политической борьбы с нашими противниками, которые они на протяжении десятилетий использовали против нас. Что же я буду сажать в ответ на эту клевету? Я в затруднительном, честно говоря, положении здесь. Не ответить я тоже не могу. Я еще посоветуюсь со своим адвокатом, а пока я просто хочу сообщить общественному мнению, что здесь правда, что нет. Ну и самое последнее. Как там у Двардовского? За далью, даль, за далью, даль. Вот следующая даль. Галина Васильевна Старовойтова. Какова? Ну, трудно сказать. Сегодня, завтра, через месяц? Я настолько загружена сегодня. То, что будет со страной, то будет и со мной. То, что будет с моими избирателями, то и со мной. У меня два округа. Я еще член высшего консультативно-координационного совета при Борисе Николаевиче Ельцине. Сегодня получила, кстати, удостоверение очень красивое. Но, между прочим, не получаю за это ни копейки денег, что тоже звучит со страницы Советской России. Мне там-то звучит как раз, что вы чуть ли не миллионерши стали после этого. Ну, да, да. Я вообще не получаю ни копейки денег вот здесь, в российском парламенте. Даже как депутат. Потому что можно получать в одном месте только эти депутатские 200 рублей. Я их получаю в союзном парламенте. Я думаю, он не обеднеет. Лучше оттуда взять деньги, чем разорять Россию. И плюс мою обычную зарплату научного сотрудника в Академии наук, где я осталась работать, написав заявление, что прошу на три четверти рабочего времени освободить меня для выполнения депутатских обязанностей. Так что здесь можно сказать, я работаю на общественных началах. Но загрузка очень большая. То, что будет происходить с Россией, с нашим парламентом, то будет и со мной. Через два месяца, конечно, нас ждут более тяжелые времена, надо быть к этому готовыми. Знаете, вот упрекают демократов, что они выводят людей на митинги, что это ахлократия, что это толпа и так далее. Это как раз наши митинги-то отличаются очень высокой сознательностью, дисциплиной, духовностью, стремлением к свободе людей. А вот если через месяц или два, когда люди уже реально сопоставят свою зарплату плюс компенсацию с теми ценами, которые есть, и увидят, что им не прожить до конца месяца, вот не протянуть, не накормить своих детей, что цены повысились, а товарах не добавилось, вот тогда на улицу может выйти совсем другая стихия, совсем другие люди, и с ними не справятся, может быть, ни демократы, ни сила какая-то, жесткая рука, которую сегодня призывают. Вот это будет гораздо более опасная ситуация. И мы должны в этих условиях иметь сильную российскую государственность. О строительстве, чего и идет, сегодня речь, и против чего так упираются депутаты блока коммунистской России. Нам нужен президент России, и нам нужен человек, способный защитить суверенитет России в условиях шаткости вот той власти на том балконе. Надо, чтобы, что бы ни случилось там в аперских структурах, мы бы сохранились, выжили и смогли пережить этот трудный период. Поэтому загадывать слишком далеко я не могу. Ну что, спасибо вам большое.